Друг, до мусульма подвезёшь? Извини, кинематограф, через 10 минут смена. Добрый день, доезжайте от Арбата. Прости, девушка, я уже занят. А я вот всё еду за вами и думаю, где б я вас видел? В кино, что ли? Вас как зовут? Татьяна, я Смирнова. Смирнова, ну точно говорю. Видел вас на голубом экране. Это вы, наверное, Лидию Смирнова видели, только она гораздо старше, чем я. Нет, вспомнил. Вы вылитая моя подруга. Кстати, тоже Татьяна. Очень интересно. Ну, только она сторож на заводе, а вы всё-таки как-то на Геннадий Рис похожи. Да я зоотехник у нас в колхозе. Вот к подруге приехала погостить. Ну, садитесь, подвезу к подруге. Дождь на улице, промокнуть. Ну, давайте, давайте, садитесь. Спасибо. Спасибо. А ножки я вас посмотрю прям как у Золушки. Тридцать шестой? Да. А как вы угадали? Интуиция. Покажете? Ну, показывайте, показывайте, не стесняйтесь уже. Ладно. Ну, да. А вторая где? Да тут недалеко у меня дома. Заедем? Восстановите, я выйду. Да тут недалеко. Тридцать шестой. Тридцать шестой. Тридцать шестой. Тридцать шестой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 А где Андрей? Зайдет позже. Борь, что мы бабушке скажем? Ничего не скажем, ты не думай об этом. Борь, привези мне переодеться, ладно? Конечно, бабушке что-нибудь придумаем, скажем, что у Наташи началась, а там телефона не было. Она ругаться будет, что я уже твоя не предупредила. Сейчас приду. Иди, иди с погодом. Хочешь, я воды принесу? Иди сошел. Иди сошел. До войны я все время чего-то хотела. Пломбер за пять копеек, перерку на инцемене, новое платье, а теперь до войны я все время чего-то хотела. А теперь ничего этого нет. Бира, не плачет. Пап, я сначала на репетицию, потом на лекцию. Твоё? Арестуете? Нет. Пока. Почему? Свидетели молчат? Да нет. Свидетели как раз поют, как соловьи. Про банду вашу, про Надю. А её в этом деле быть не должно. Её в нем нет. Нет. И не было никогда. Так и напиши. Чистосердечно. Угу. Чистосердечно. Хорошее. Эти до конца. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Эти до конца. Эти до конца. Что вы так тихо сидите? Секретничать? Пап, что происходит? Абери, ты что делаешь? Пишу. Чисто сердечное признание. Зачем же ты Зину под него подложил, а? Она же, она же как сестра должна быть тебе. Она не должна была. А кто должен был прийти? Татьяна. Николаева? Да. Утром нашли. В подъезде вашего приятеля, таксиста, Сергея Задорожного. Пап, что происходит? А вот что. Андрей с друзьями организовали незаконную сделку с иностранцем. Поживиться хотели. На встречу в гостинице должна была прийти валютная проститутка. Она не пришла. И тогда эти умники отправили Зину, восемнадцатилетнюю девочку к иностранному аферисту, и он ее в номере изнасиловал. Что ж ты сам к нему не пошел, а, герой? Никакого признания не будет. А если ты заставишь его признаться, мы сядем вместе. Я, Андрей и наш ребенок. Надя, 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 это правда? Надя, Надя. Давай не сейчас. Я вечером поговорю, ладно? Мои друзья, нельзя обмануть. Татьяна, сказать, вы честный бизнесмен. Ну, у нас же нет ничего. Иконы забрали менты. Деньги тоже. Татьяна исчезла. Нас интересуют деньги. Если через три дня нет денег, всех вас. Стой. Стой. Куда делать, Татьяна? Она, сказать, очень важный клиент. Скажи, пожалуйста. Поехали. Валить надо, пока нас не повязали. Может, обойдется? Андрю, он же тебя отпустил. Сегодня отпустил. Завтра. Боря. Боря. Что случилось, Боря? Что случилось? Срочно нужны бабки. Три дня, иначе все бронут. Сто тысяч. Понятно? Сейчас все будет нормально. Там арабы, дипломаты, точно. Сказали, никого не найдут. Боря, какие арабы? Кого не найдут? Боря, подожди, послушай, Боря. Сто тысяч это мало. Сто тысяч мало, да? Пока на первое время. Боря! Боря, Таню убили! Боря, Таню убили! Боря, Таню убили! У Сереги она, отсиживалась. А он молчал, падла. Ну, в подъезде ее и... Боря! 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 Почему ты ее не защитил, а? Почему? Да ты! Ты вот что, рок-н-ролл? Ты забудь ее. Слепуешь. Кто я? Ну, на самом-то, ты как думаешь? Так, все, рок-н-ролл, давай, освобождай машину, клиентов не распугаешь. Слепуешь. Что они теперь делают? Да вон, а шок по улицам ходят. Бери любую. Таню убизги. Таню убил. Береги. Береги. Продолжение следует... Андрюша, Андрюша, Михаил Аркадьевич звонил. Нужно встретить завтра иностранную делегацию, это по поводу перевода его стихов. Ты же в институте по-английскому лучшим был. Сынок, ты что? Андрюша, что случилось? Ну, за юбилей. Какой юбилей? Тебе же два в пятой степени. Между прочим, круглый возраст. Вась, Аксёна, иди выпей с нами. Василий, ну когда уже повесть? Пора, мой друг, пора. Пишу, мой друг, пишу. Как это понимать? Увольняюсь, сдаю дела. Заявление уже в отделе кадров. Михаил Аркадьевич просил, чтобы рукописи были у вас, Валерия Дмитриевна. Надоело работать? Надоело быть секретарем. До встречи, писатель. Кто ее убил? Читарев. Пойдем, отойдем. Я бы на твоем месте другие вопросы задавал. Какие? Например, откуда в гостинице с комитетчики взялись? Разве они не всегда там дежурят? Угу. Всегда. Когда есть наводка. А для следующего конкурса я прошу шесть добровольцев, умеющих рисовать. Девушки, пожалуйста, подходите. Товарищи, подходите, смелее. Чья наводка? А вот это правильный вопрос комсомол. Она бы не стала. Она валютная проститутка. А где валюта, там насранцы. Безопасность, наша Родина. Рисуем на скорости. Кто нарисует быстрее и лучше, та команда и победит, товарищи. Давайте нарисуем лошадь. Слушай, ты знал, что мутник был ее братом? Это не только я знал. Он-то. Я этого не говорил. Это я сказал. Итак, готовы? Начали! Десять, девять, 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 три, два, три, два, один, стоп! Посмотрим. Отлично! А теперь посмотрим, что у нас получилось. Чья лучше, лучше! Чья команда победила? Победила дружба, товарищи! Танечка, теперь, пожалуйста, в три четверти и взгляд посерьезнее. Вы же физик. Вы одним движением ресниц можете расщепить атом. Ну, или разбить сердце, конечно. Позвольте? Пять минут. А теперь давайте, как в последней сцене, когда вы в приемном покое читаете письмо от Мити. Во взгляде тревога, грусть. Ну, что ж, это, в общем-то, все. Как? Мы уже закончили? Танечка, если бы моя воля, так я снимал глаз бесконечно. Но в редакции советского экрана снимки ждут уже к обеду. Сами понимаете, что такое обложка, тем более, когда на ней такая красавица. До свидания, Максим. До свидания. Спасибо большое. Вы что-то хотели? Поговорить. О чем? О ком. О Татьяне. Доброго. Да, замечательная актриса. А вы тоже поклонник Девяти дней одного года? Николаева. А, это валютная проститутка, в которую влюбился ваш музыкальный приятель. Зачем вы ее убили? Я? Какая глупость. Странно, что вас интересует именно это. Почему? Не знаю, нет. Кажется, есть много других, более интересных вопросов. Как так получилось, что в гостинице появился Остриков? И КГБ. Знаете, как некоторые шутники расшифровывают КГБ? Как Господь Бог. Потому что в нашей стране, Андрей, госбезопасностью занимается орган вездесущий и всемогущий. Вездесущий. Вездесущий. Я же еще ничего не сказала. Скажи. Обещай, что меня никогда ни о чем не спросишь. И никому не скажешь, куда меня отвез. Особенно Андрей. Спасибо. Подожди меня в коридоре. Здравствуйте. По какому вопросу? Я бы хотел заявить о преступлении. Изложите письменно по форме. В пятом подъезде ящик приема сигналов от населения. А когда рассмотрят? В свое время. Вы не поняли, мне назначено. У кого? Звание, фамилия? Капитан. Фамилия у капитана есть? Есть. Капитан Иванов. Сразу бы и сказали. 142 кабинет. Да-да-да-да-да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? К вам. Представляете, чего-то с проводкой опять. А электрика не дождаться. Прошу. Вы по какому вопросу? Я, собственно... Будьте добры, отвертку подайте, пожалуйста. Нет, соседнюю. Благодарю. Спасибо. Подложите, подложите. Я слушаю. Дело в том, что мне стало известно о преступлениях... Интересно. Да. Теперь посадишь, знаете... Маленькие. Да. Благодарю. Говорите, говорите. Эти преступления... Эти преступления... Они... Организованы неким человеком... По кличке... Понт. О! Да будет свет. Руки-то плывет. Значит, сделки с иностранной валютой. Крупные. Ага. Комиссионки, контрабанды. Еще что-нибудь? Еще. Вокруг него гибнут люди. Интересно. Очень интересно. У вас есть доказательства? Нет, но... Позвольте спросить, откуда это все известно вам? Я свидетель.